Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святого Федора Студита, византийского монаха, церковного деятеля и писателя, 8-9 века. Да чего же сердитым был Федор в этот день, злясь на всех и вся без разбора причины и повода. И какой бы теплой ни выдавалась погода накануне, никого обольстить это кратковременное потепление не могло. Ведь даже ребята малые и те знали, со дня Федора Студита станет зябко и сердито, потому что Федор не Федора, морозит без разбора. И пусть не смущает легковерных вставшее с утра солнышко, как бы ни хотелось, о чем бы ни мечталось, не к обеду, так вечером возьмут верх Федоровы ветры, пронесутся по деревенским улицам голодными волками, разом дневное тепло из углов повыметут. Холодно на дворе, а в избе, у теплой печки, да при большом горшке наваристых щей, никакой Федор Студит не страшен, пусть тебе слабонервных пугает, бросая в окна пригоршни снега. В этот день примечали. Сырость предвещала продолжительные оттепели до самого введения, 4 декабря. А еще говаривали. Федор Студит, землю студит. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли. На Федора стужа, что ни час, то хуже. А по одному из календарей славяне отмечают День Доли, Судьбы, Свято Доли. За 30 дней до Калиды начинались молодежные вечерницы, девичьи гадания и обряды на предсказывание судьбы. Праздник в честь Доли отмечался после завершения хозяйственных работ, когда женщины приступали к домашним делам. В пожертвование Доли приносит кашу, шерсть, нитки, платки, посуду, ленты, хлеб, молоко и мед. Доля – среча, богини судьбы, которая определяет назначение человека. Потому при рождении наделяет младенцев всеми добродетелями, пророчит им будущее. Доля, как и Мокоша, является воплощением матери Лады. Она имеет знание обо всем, что было, есть и будет с каждым человеком. Доля выписывает, чему нужно научиться каждой человеческой душе, когда она в очередной раз возвращается на землю. Богини судьбы имеет и свою обратную сторону – ни Долю, ни сречу. Ею она оборачивается к людям, которые свой путь жизненный губят, родную веру, веду предают, законы природы и законы прави не ведают, к заветам и указаниям предков не прислушиваются. К обидчикам не доля приходит не сама, а подручными своими, злыдними. Они у такого человека счастье и радость забирают, здоровье и достаток разрушают и вновь тянут. Кто законы прави знает, тот с долей договориться может и путь лучше получить. Символами доли являются вертено, прялка, клубок ниток. Это знак того, что любая судьба – это прежде всего труд, кем бы человек не был поварне, весям, воином или волхвом. У каждого из них труд свой, оттого и доля разная. Когда наши богини приходят на Матушку-Землю, каждая женщина, берегине своего родового очага, должна ждать их в своем доме. Они приносят с собой благословление всей семье, благосостояние, здоровье, детям добрый нрав, работящие руки, светлый ум. Потому каждая мать и жена зовет их в гости, тщательно готовит дом к их приходу и обязательно вкусную пищу для семьи. Без запраздничный стол садятся и наши небесные матери. Быть настоящей матерью, которой всегда уважают и любят дети, несмотря на переходный возраст или какие-то жизненные неурядицы – это большое искусство. И не меньше мудрости нужно быть хорошей женой. Если женщина пускает в свою душу ум, светлость и любовь богинь родных, то вскоре сама становится богиней для своего рода. О таких матерях помнит не одно поколение. Дочки такой матери счастливы в своих семьях и становятся примером для наследования. А сыновья – победоносные и мужественные, потому что она в первую очередь помогает раскрыться в них мужчине, уважая его и лелея сызмальства, мужества и праведность, которой славятся богатыри рода славянского. А еще с этого праздника начинаются вечерки молодежные. Вечером собираются девушки вместе и готовят ужин – борщ да кашу. Когда ужин готов, зазывают долю. Для этого горшочки с борщом и кашей оборачивают новым рушником, залазят на ворота и кричат «Матушка Доля, иди к нам вечерять!» Или «Долюшка моя, отзовись!» «Долюшка счастливая, пригорнись! Иди к нам ужинать!» Если в этот момент закукарекает петух, то Доля услышала и благословила. Если нет, то Доля оглохла и не чуя. Парни, притаившиеся неподалеку, только и ждут. Для них это как знак, что ворожба на дворе закончилась, и можно идти к девчатам на вечерке. В этот праздник не приглашали музыкантов и не устраивали громких гуляний, так как каждый пришедший хотел увидеть свою долю, своего суженого, суженую, и сотворить здоровую, крепкую семью. Искренняя вера богини помогала девушкам и парням в выборе звездной пары. За ужином молодежь веселится, поет песни, в которых вспоминается о судьбе. После обрядового ужина устраивают разнообразные игры и забавы. Например, завязывают парню глаза, а девушки из разных углов комнаты подают голос. Ловец должен поймать свою судьбу. А вернувшись с вечерницы, девушки продолжают гадание дома. Уже после празднования начинали активно прясть, ткать, вышивать и шить одежду на целый год. Это благодатное время для размышлений и проявления творчества. Слава матушке Доле, которое ткет судьбу и бережет наши жизни от напасти. Это ты, Долюшка, идешь впереди нас и путь праведный предсказываешь, ведя нас стезей праве, дабы жилось в яве нам во благости и добре. Как матушка родная заботишься о золотых нитях жизни наших. Посему мы, дети твои, зовем тебя являть лик свой добрый и суть свою праведную, хорошей и счастливой долей нашей. Слава матушке Доле! Братья-месяцы